Hello всем, с вами Чебупель, и сегодня мы продолжаем играть в RimWorld. Как вы помните из предыдущей серии, мы остановились не на очень благоприятном для нашей колонии моменте. Половина пешек ходит в нервном срыве, другая половина болеет, одна даже получила заражение, но мы с ним справимся. Ну и продолжаем. Ну и вот, наконец-то нам пришло задание о отправлении в космос на корабле. Конечно, он нам не нужен, так как мы будем своими силами пытаться построить корабль. Кстати, смотрите, как интересно заспавнились дороги. Никогда такого не видел. Продолжая эпопею с нервными срывами, Сатол в порыве ярости нападает на Арт и Лису, и в итоге сама же за это поплатилась. Олга, пытаясь ее задержать, отрубает ей ногу, три пальца на левой руке и повреждает кофе. Вот так муж чуть не убил свою жену, но в итоге он же сам ее и вылечил. Здесь я решил построить крышу над нашим поселением, чтобы обезопасить наши посадки от холодов, дорожки от снега, и также там у меня будет основной мой склад. Та драка не прошла для Сатол бесследно, и она подхватила заражение. И заражение сперва обгоняло иммунитет. Ну а вот и налет. На этот раз к нам опять же пришло четыре человека. Но так как у нас остался огнестрел с прошлых рейдов, и также у нас были заготовлены ловушки, и мы легко с ними справились. Не без труда, но мы все же смогли победить заражение Сатол. После выздоровления Сатол мы попытались поставить ей хотя бы деревянную культяпку, так как сейчас она практически бесполезна. Но первые несколько раз у нас ничего не получилось. Но есть и хорошая новость. В который раз у нас набралось нужное количество травы души, соответственно мы опять можем получить новый навык. И в этот раз это оказалась стена из недр. Ситуативно, но полезно. Несколькими днями ранее нам пришло задание от вражеской фракции, коими являются все фракции, о защите их караванов от злобных гигантских птиц. И за это нам даются передовые медикаменты. Они нам могут пригодиться, и поэтому я принял это задание. И страусов в принципе это не так страшно. Кассандра видимо решила, что страусов в минус 2 градуса нам недостаточно, и решила прислать нам еще одно задание на спасение от империи десертира. Конечно же мы его приняли, так как работе руки нам всегда пригодятся. Ну и хоть это империя, должно быть сложно, но мы как всегда легко отбились. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» После этого леса решила принять сразу же все наркотики, которые нам принесли рейдеры, а вернее бодрин, но я решил, что лучше уж я распределю баф по всему поселению, и приказал всем поселенцам принять его. Ну а вот и обещанная награда. Температура на улице уменьшается, и я решаю потратить шерсть овец, которая упала ко мне в розовых контейнерах, на плащи для наших поселенцев. Почему не пуховики? Да, потому что здесь температура слишком сильно не опускается, а летом довольно высоко поднимается. Так как наступает зима, колонию мы уже обустроили, и дел вне колонии тоже стало меньше, я решил поднять приоритет исследований, так как мы еще почти ничего не изучили, кроме пошива одежды. Замечали ли вы, что Харт, сидя на своем месте для медитации, смотрит в другую сторону. Оказалось, что у нее просто отсутствует вид медитации природа, и она медитирует на стены. Я уже убирал медитацию из режима дня Харт и Геракла, но это не помогло, и мне пришлось назначать каждому поселенцу свое место для медитации. Очередная операция на ЦАТОЛ провалилась. Олга оказался настоящим гадом и ушел от своей больной жены к любовнице Лисе. Наконец-то мы изучили технологию сборка мебели, и теперь вместо неудобных табуреток мы будем сидеть на роскошных стульях. И даже один стул получился предметом искусства. Ранним утром к нам пришло небольшое стадо Трумбо, но мы с ними ничего не сможем сделать, так как животноводов у нас нормальных нет, и убивать мы, соответственно, их тоже не можем. Наконец-то операция прошла успешно, и мы поставили не только ногу, но и кисть. Вся осень прошла у нас в очень спокойной атмосфере, я просто уходил от компьютера, а пешки изучали, так как ничего не происходило. В один из таких моментов я пропустил, что у САТОЛ появилась болезнь волоконной механиты, и теперь она выписана из бесполезных пешек, так как теперь у нее все характеристики, наоборот, подняты, но боль эта поправила. В последний день осени на нас напал обезумевший Муффало, но, как вы видите, он умер, наткнувшись на ловушку, но это был только предвестник. Ну и вы спросите, чего же? Ну а вот и ответ. Рейд из девяти человек. Так они еще все милишники. Рейдеры проигнорировали нашу открытую дверь и решили войти напролом. Но, в принципе, мы не растерялись и нормально таки оборонялись. Видимо, САТОЛ подумала, что у нас все идет уж слишком хорошо, и решила впасть в истерику и сломать 26 наших компонентов. Но я не растерялся и использовал старый лайфхак с караванами, взяв эти компоненты в караван и в конце отменив его. Ну а с рейдерами, как всегда, пока что мы справляемся. Это что же? Та самая новая эра, о которой пел Заквейль? Да, мы наконец-то выбрались из каменного века и изучили электричество. Дальше я решил все же изучать основы микроэлектроники, так как нам станут доступны орбитальные торговцы, а так как мы больше ни с кем, собственно, торговать не можем, это наше единственное спасение. Я уже давно заметил, что кукуруза не больно хорошо растет на открытом воздухе, и так как нам уже доступны технологии, связанные с электричеством, я решил построить теплицу. Сначала я облажался с формой, но потом все это перестроил. Из-за того, что у нас только один строитель, который еще и медитирует полдня, строительство очень затянулось, и произошел бзыд из-за того, что под снегом остался нагреватель, но мы его быстро потушили, конечно, и с этого момента стройка опять застыла. В поголовье скота все увеличивается и продолжает придать нас запасы, а также нам пришло задание от Империи, но мы его не приняли, так как оно дает нам только репутацию, а она нам вообще не нужна. Не будем томить, сразу же перейдем к получению нового психического навыка, и в этот раз это очень хороший подгон, это способность Берсерк, одна из лучших способностей, она помогает использовать силы противника против самого же противника, и довольно редко он попадается. Ну вот и готова наша теплица. Правда, работает только одна световая лампа, потому что нам не хватает стали на еще два генератора. Дерево у нас навалом, но вот стали нет. Если... Видя, что еда стремительно заканчивается, я сначала перегоняю животных в свою теплицу, чтобы они поели траву, которая выросла от световой лампы, потом уже на улицу, и там они находят себе еду, также я запретил тренировать их, потому что на это почему-то тратилось не сено, а кукуруза. Вот это мне непонятно, если честно. Еды в чистом виде не осталось, только блюда. На улице зима, в теплице еще ничего не выросло, и на этой замечательной ноте я хотел бы закончить. Продолжение следует. А теперь уходите. Это мой колодец.